Всем привет! С вами Зинулька Гасанова. Ну что, моя хорошая, смотрите, вот видите, лунки, которые пополиты, это по тыкву. У меня получается вот, где я стою, и до самого лука, вот видите, грядки. Вот у меня такая площадка будет большая, по тыкву. В луны помещается примерно по 10-12 семечек. Луны большие, видите, да? Вот, вчера полили, уже приготовили, сейчас вот с утра буду уже это самое садить. А это вот у меня хрен растет. Но мы ее не убираем, хотя потом она в дальнейшем зарастает вся в тыкве, я ее не трогаю. Ну, осенью подохраниваю, не делаю. Вот, хрен здесь, не надо ходить искать. Так что вот, буду сейчас сажать. У нас сегодня такой ветер холодный поднялся, прям изначально было слишком жарко, теперь немножко похолодало. Ну, знаете, надо немножко, чтобы остыть от этого, от этой жары тоже. Вот так вот, вот у меня грядки. Сейчас пойдем с вами. У меня тут вот место, вот это вот место, вот оно, вот. Видите, вот это вот место у меня приготовлено под капусту. Вот он как в лук зашел, видите, как видно, да? Видите, у меня какие грядки большие. Это вот у меня морковка зашла. Ну, видите, между грядами я это самое. Вчера полили морковку, А сегодня, ой, она когда это обсохнет маленько, я начну уже полить морковку и рыхлить лук. После каждого полива я рыхлил лук и чеснок. Тогда земля свободная, она им дает возможность расти. А если примерно поливать и не рыхлить, то она, земля сжимает, луковицы, и они не растут, и в итоге как бы получаются маленькие. Ну, вы же в дальнейшем-то все у меня увидите. Я все буду вам показывать. Пойдемте, я вам покажу свой чеснок. Ну вот, смотрите, как у меня чеснок вырос. Да? Это все из-за того, что я, как поливаю, я начинаю рыхлить. Чем чаще рыхлить после полива, тем свободно луковицы хорошо растут. А потом, знаете, какой чеснок? Там вообще здоровый чеснок получается. Ну, в дальнейшем же вы уже увидите, я вам уже покажу. Смотрите, вот грядки. Видите, как он вырос уже у меня? Чем изначально я видео добавляла. Вот, только осталось мне еще между грядками, он полуть надо. Вот такие вот дела. Так что меня научили за 10 лет, что я живу в деревне, меня научили, как вести огород, хозяйство и прочее. Теперь я сейчас со всеми на ты. Раньше бы возникали много вопросов, как ухаживать, как делать. Это у меня соседка, бабушка, она очень мне помогла здорово, советом. Пойдемте, я вам покажу капусту. Так, вот моя капуста только в сходе. Насколько я ее буду садить где-то числа 15-го, 17-го июня. Или же, может, пораньше. Ну, как взойдет нормально. Что-то на ней уже какие-то жуки-пауки появились, я сегодня ее обработаю. Так что вот мой капуста, то есть моя, извините. Так, теперь вот, смотрите, горох у меня в сходе. Я вообще обожаю горох. Горох это моя слабость, я очень ее люблю. Вообще, я даже зимой замолела в мешочки и в морозилку, а потом, то есть осень в мешочки в морозилку, а зимой салат, там еду, что-нибудь приготовишь, так уже кинешь, знаете, как вкусная, какая получается. А вот эти вот луны я тут посоль садила, но она еще не зашла, конечно. Я только ее буквально вот недавно посадила. Так что вот, мои хорошие, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересных тем.